Так, на четкомате взвода доклад. Господин полковник, 304-й учебный взвод по списку 20, на лицо 20. Личный состав для проведения учебных занятий готов. Все, понял. Так, всех приветствую еще раз в массовое поражение и защиту от него. Сегодня с вами рассмотрим третье занятие. Это у нас будет семинар по шестой и седьмой теме. Семиржанов. Я. Господа студенты, вы вопрос слышали, да, отсюда у меня? Нет, никто не услышал. Давайте приступим к первому учебному вопросу. Это назовите обычные средства поражения. Кто может ответить на этот вопрос? Господин полковник, студентам Монгельдина, разрешите ответить на первый учебный вопрос. Давайте. Обычные средства поражения. Тактические и оперативно-тактические ракеты, авиация, средства противовоздушной обороны. Оперативно-тактические ракетные комплексы – это вид ракетного вооружения, предназначены для поражения в оперативном диапазоне дальности стрельбы, высокоточными ракетами командных пунктов и узлов связи, крупных группированных войск, средств огневого поражения, объектов ПВО и ПРО. Комплекс структурно состоит из оперативно-тактической ракеты, системы наведения, связи обслуживающей аппаратурой. Также. Тактические и ракетные комплексы – это вид ракетного вооружения, предназначенный для поражения целей в тактическом тылу противника, одиночных, групповых, а также площадных целей, которые предоставляют значительную важность. Командные пункты и узлы связи, стоянки самолетов и вертолетов, склады боеприпасов и горючего. В состав комплекса входят ракеты, на которые могут быть установлены пусковая установка, транспортная машина, транспортно-заряжающая машина, контрольно-испытательная машина, машина технического обслуживания. Авиация. Авиация – это воздушное средство вооруженной борьбы, предназначенное для ведения военных действий в воздушном пространстве. Исходя из решаемых задач и характера действий, она подразделяется по родам. Бомбардировочная, истребительно-бомбардировочная, истребительная, штурмовая, разведывательная, противовоздушная, военно-транспортная. Средство противовоздушной обороны – это средство вооруженной борьбы, предназначенное для отрождения воздушного нападения противника. Прикрытие группировок, своих войск и наиболее важных объектов тыла от ударов с воздуха различает объектовую и воинскую противовоздушную оборону ПВО. Господин полковник, студент Мангельдинов, ответ закончил. Хорошо. Так, а какие вы знаете наземные средства поражения? Кто мне может ответить? Студент Бикеш, разрешите ответить на учебный вопрос? Давайте Бикеш. Так, артиллерия. Артиллерия – это средство вооруженной борьбы, предназначенное для огневого поражения противника на суше, море и в воздухе. Подразделяется по боевым свойствам, по способам передвижения, по особенностям конструкции. По боевым свойствам – пушечная, гаубичная, реактивная, противотанковая, горная и минометы. По способам передвижения – на самоходную, буксируемую, стационарную, возимую. По особенностям конструкции – на ствольную, нарезную, сладкоствольную, безоткатную, реактивную, казематную и универсальную. Далее идет бронетанковая техника. Это различные типы колесных и гусеничных боевых машин и вспомогательных машин. К ней относятся танки, БМП, БМД, БТР, БРДМ, боевые разведывательные машины, тягачи и мотоциклы. Далее противотанковое оружие – это средства вооруженной борьбы, предназначенные для поражения бронетанковой техники. В качестве противотанковых средств применяются противотанковые ракетные комплексы, противотанковые пушки, кассетные авиационные бомбы, инженерные мины, гранатометы, ручные противотанковые гранаты. Могут использоваться артиллерия, танки, мины для дистанционного минирования. Далее вооружение пехоты. Ее основное оружие – это стрелковое оружие. Стрелковое оружие – это ствольное оружие калибра до 20 мм для стрельбы пулями, дробью стрелковыми элементами. То есть вооружение, объединяемое понятием ближнего боя, различает стрелковое оружие – боевое, служебное и гражданское, общего назначения и специального, малого, среднего и крупного калибра. Винтовки, ружья, пистолеты, пулеметы и автоматы – одно, двух и многоствольное, нарезное и гладкоствольное. Студент Бекеш, ответ на учебный вопрос закончен. Вот мы с вами и выслушали это про наземные средства поражения, как он сказал, на Бекешно-оттенении, противотанковая техника, противотанковые средства, и даже включим потом вооружение пехоты. Вот также у нас еще в обычные средства вооружения входит такое высокоточное оружие. Кто может сказать вообще про возникновение высокоточного оружия? Господин полковник, студент Аймамбет, разрешите представить презентацию на учебный вопрос? Да, в этом и вам. Первые шаги в истории. Идея создания управляемого оружия, способная эффективно поражать противника с высокой точностью, появилась еще в XIX веке. Первые эксперименты проводились в основном с торпедами. Так, в 1870-х годах, американский инженер Джон Луис разработал управляемую по проводам торпеду, которая по ряду данных применялась перуанским флотам во Второй Тихоокеанской войне. Вторая мировая интенсивная работа над системой управляемого вооружения впервые была развернута в период Второй мировой войны, когда уровень технологии развития системы управления, появление радиоэффективных танцев позволит врать соединительные инженерные вооружения. Наиболее далеко продвинулись в этой области Германии и Соединенные Штаты Америки. Менее широко по ряду причины были предоставлены программы Управленного вооружения СССР, Великобритания, Италия, а также Япония, Германия. Германия, немецкая радиоуправляемая авиабомба Хенсел-ХС, особенно масштабная работа над управляемыми системами вооружения в период 1939-1945 годов были развернуты в Германии, а также в США. США создали в годы Второй мировой широкую гамму различных видов управления вооружением, самонавидящих авиабомб, крылатых ракет, зенитных ракет и ракет в воздух, но лишь из них была применена в боевых действиях в годы войны или после нее. Студент Аймамбетов ответ закончил. Так, Аймамбетов рассказал о возникновении. А какие у нас виды высокоточного оружия есть? Кто может сказать? Господин подполковник, Господин Бекманов, разрешите предоставить презентацию? Да, хорошо. Высокоточное оружие. Высокоточное оружие. Оружие, как правило, управляемое, способное, с заданной и достаточно высокой вероятностью поражать цель первого выстрела на любой дальности в пределах его досягаемости. В результате продолжающегося научно-технической революции стало возможным в создании высокоточного оружия, которое, по мнению ряда военных специалистов, будет определять характер будущей войны, войны шестого поколения. Позволяет наносить исключительно высокоточные удары по атакуемым объектам вплоть до попадания в необходимое окно с заданным остроением. Виды высокоточного оружия. К высокоточному оружию относят огнестрельное и иное оружие. Огнестрельное оружие – это стрелковое оружие снайперского отдела. Отдельный вид винтовок применяемые в спортивном боевом снайпинге, в армитинге и бенчересте. Также пушки поднимают артиллерийские комплексы управляемого вооружения и иное оружие – это минные торпедные вооружения, наземные авиационные карабельные и ракетные комплексы, а также управляемые авиационные бомбы. Туртин Пикпанов ответ закончил. Это у нас про высокоточное оружие. Хорошо. А кто мне может сказать про средства дистанционного минирования? Пятый вопрос. Разрешите ответить на учебный вопрос. Какие применяются средства дистанционного минирования? В последнее время широкое применение получили системы дистанционного минирования СДМ. Командование армии и страны считают, что войска должны обладать целым комплексом средств скоростной установки МВС. Существующие СДМ подразделяются на авиационные, самолетные, вертолетные, а также ракетные, инженерные и артиллерийские. А также принятие на вооружение армии стран-систем дистанционного минирования значительно расширило круг задач, повысило возможности родов войск и инженерных войск по ведению именной войны. Впервые СДМ были применены американской армией во время войны во Вьетнаме. минирование осуществлялась авиация с использованием МИН первого поколения ППМ типа Грэвил, Дрэгген Туй, БЛУ-42БМ, ПТМ типа БЛУ-45В. В последующем опыт применения дистанционно восстановленных МВЗ был обобщен американским специалистом и послужил основой для разработки СДМ и МИН второго поколения, которые в настоящее время состоят на вооружении. Заграждения, устанавливаемые внезапно с помощью СДМ, по оценке командования НАТО, являются наиболее эффективными и гибкими средствами, применяемыми с целью задержать движущегося противника, прежде всего его высокомобильные ударные группировки, чем создать благоприятные условия для поражения других видами оружия, нанести противнику максимально возможные потери в живой силе и технике и дезорганизировать работу тыла, нарушить коммуникации, а также оказать психологические воздействия на личный состав войск противника, а также вызвать на него минобоязнь. Студен Кожумаров закончил ответ на учебный вопрос. Продолжайте занятия, не задерживайте, рассматривайте остальные учебные вопросы. Есть. Кто готов презентацию на вопрос о радиоэлектронной борьбе? Я. Можно предоставить презентацию студенту отделов? Точно. Спасибо. Средства радиоэлектронной борьбы. Радиоэлектронная борьба. Разновидность вооруженной борьбы, в ходе которой осуществляется воздействие радиоизлучениями на радиоэлектронные средства систем управления, связи и разведки противников в цели изменения качеств циркулирующих в них военной информации, защита своих систем от аналогичных воздействий, а также излучениями в условиях распространения радиовол. Разведывательно-ударный комплекс объединен и введена автоматизированная система в этого дальнего действия оперативного назначения и обеспечивающие его боевое применение средства, например, разведки, связи, целеуказания и так далее. Студент Гадилов закончил ответ. Так, понял. Мы рассмотрели вопрос о радиоэлектронной борьбе. Господин полковник, продолжайте. Демиржан, давайте дальше теперь раскроем про современные войны. Кто вообще знает, какие виды современных войн имеют у нас? Батнаков, Морзо, студен, Алиякбар, Суракка, Презентация, Казахстан, Некурси, Тударсат, Етіңіз. Сурак, Тударсан, Бай? Да, да. Давай. Олег. Азербайджан. Продолжение следует... 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 Наряду... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...